Куда ни посмотри, картина одна и та же. Весь город будто в зимней спячке. С крыш свисают метровые сосульки. А там, где их нет, глыбы снега. Угрожают свалиться прямо на головы прохожих. Почему город не убирают и не приводят в порядок крыши? В сюжетах телекомпании «Город» мы не раз поднимали этот вопрос, пока результата не последовало. Наблюдая за этим из года в год, бывший научный сотрудник НИИ ГРП Виктор Беляев разработал и запатентовал устройство для устранения сосулек и наледи с крыш. Он говорит, что многоквартирный дом можно сравнить с огромным нагревательным прибором. Он и нагревает проходящий через него воздух. Тот, в свою очередь, через вентиляционные трубы уходит в атмосферу. Суть предложения в том, чтобы направить этот тепловой поток под крышу. Мощность этого теплового потока порядка нескольких сот киловатт. Кроме того, там и в доме имеются водонагреватели, газовые плиты, которые тоже дают еще больше тепла. По словам Виктора, эта система вполне рабочая. Но для ее функционирования необходимо использовать специальную установку. Стоит она примерно как обычный пылесос. А энергопотребление небольшое, не превышает 5-6 ватт. Создал эту систему Виктор несколько лет назад и сразу оповестил об этом региональной власти. Докладывал министру ЖКХ. Он знает про это. Это еще было года два назад. Все известно властям про это дело. За несколько лет разработка Виктора заинтересовала только журналистов. Власти никак не отреагировали. Более того, существует специальная мастика, благодаря которой сосульки на крышах не появляются вовсе. И в некоторых регионах ее успешно используют. Большинство же рязанских управляющих компаний заявили, что ее использование выходит в копеечку. Но никто не посчитал, сколько стоят услуги промышленных альпинистов. Хотя, если совсем не убирать, выйдет бесплатно. Вот только горожане крайне возмущены данным положением вещей. Почему же у нас в связи с такой снежной зимой? Это ничего не чистится. Не принимаются никаких совершенно мер. Была ситуация. Буквально падал снег, так как подтаивало. Значит, выходил мужчина. Буквально только спустился с крыльца. И сзади него упала снежная глыба. Дом номер три по улице Свобода. Находится прямо перед рынком в торговом городке. Здесь расположены магазины. И при этом, чтобы купить самые необходимые товары, в буквальном смысле люди рискуют жизнью. Такая же картина на улице Затиной, да и на множестве других домов города. Наталья уже обращалась в самые разные инстанции. Управляющей компанией этого дома является стандарт качества. Куда мы неоднократно обращались, они отказываются сбивать и сосульки, и эти снежные глыбы. Отвечают, что жильцы дома их не пускают на крышу. Писали на сайт администрации города. Ответа нет. Ни одно письмо отправляли в жилищную инспекцию города Рязани. Тоже никакой реакции, никакого движения нет. Пока выход только один. Специалисты советуют не ходить под крышами для того, чтобы избежать трагедии. Мария Рудая, Сергей Данилин, телекомпания «Город».